Привет, друзья! Сегодня минутка о том, как пересчитать абсолютно любой рецепт пропорционально под нужное количество вам продуктов. Вы меня просили, кто не понимал, сейчас постараюсь все быстренько объяснить. Покажу на двух простых примерах. Здесь у меня предыдущий рецепт куличика и обычная такая простая шоколадный мусс у меня будет. Сейчас покажу. Для начала нам нужно выбрать относительно чего мы будем считать. Проще всего либо от целых продуктов яйца, либо желтки, либо от тех продуктов, которых меньше всего в рецепте. Данный рецепт с муссом мне нужно пересчитать под шоколадку 90 грамм. Нам все продукты, которые указаны в изначальном рецепте, нужно будет разделить на 175 грамм шоколада, которые у нас в изначальном рецепте. Так мы узнаем количество продукта на 1 грамм шоколада и затем умножаем его на 90, который мне нужно получить. Итого желатин 8 мы разделяем на 175 и умножаем на 90, получаем 4 и 11. Но я добавлю скорее всего 5 грамм желатина. Теперь возьмем молоко. 125 грамм в исходном рецепте делим на 175 в исходном шоколада и умножаем на 90. И получаем 65 грамм молока, нам нужно будет добавить потом. И точно так же сливки 200 разделить на 175 и умножить на 90. И получаем 102, но я скорее всего добавлю от 100 до 110 грамм сливок. Вот и за буквально пару секунд мы пересчитали весь этот рецепт. Точно так же мы можем и увеличивать и уменьшать порцию. Данный рецепт, допустим, куличиков, мне проще всего пересчитать по желткам, так как они целые. И поэтому любой из продуктов, будь то сахар, масло, сметана, неважно, мы разделяем на 5 желтков, которые у нас в исходном рецепте и умножаем на нужное количество желтков, которое у нас должно получиться. У меня это 7. Итого у нас получается 108 грамм сахара на 7 желтков, 98 грамм масла на 7 желтков, 490 грамм муки на 7 желтков. В общем, это все очень просто. Если вам вдруг было непонятно, обязательно напишите в комментариях, я постараюсь еще раз все объяснить. С вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.